здравствуйте дорогие друзья с вами снова александр сазонтов и сегодня я вам расскажу об уф лампе ультрафиолетовое излучение джебо ув аж 7 что это за лампа еще она состоит ну наверное все знают что ультрафиолет очень губителен для всего живого и что он уничтожает прежде всего на микро уровне на макро уровне любую жизнь и вот перед нами один из таких вариантов для аквариумов на уф лампа производства фирмы джебо еще она состоит состоит она вот значит вот из такого вот корпуса с выводами от шланги шланги сюда подсоединяются вот такой вот самой лампы и кварцевого такого колпака для чего все это нужно но он вы наверное знаете что ультрафиолет не пропускается через стекло поэтому берется специально такие кварцевые колбы которые пропускают ультрафиолет вот эта лампа она будем говорить так низковольтная поэтому здесь применяется вот такой адаптер вот адаптер это на 220 вольт 50 60 герц выдает мощность 7 ватт что необходимо для этой лампы на собранном состоянии она выглядит вот так адаптер включается в розетку 220 вольт включается подается с компли через помпу вода вот сюда и здесь она выходит проходя через колбу вот в таком виде обычно такая лампа включается на двое трое суток все зависит от объема аквариума у меня допустим аквариум большие минимальный аквариум 175 литров остальные аквариум по 250 литров и конечно соответственно чтобы прогнать все это за разу нужно двое трое иногда и больше суток в чем прелесть этой лампы то что включил ее и забыл в чем ее негативные нюансы то что ночью вот эта часть светится ну конечно так сказать и мы всегда понимаем что лампа работает теперь поговорим о том насколько то лампа нужна или не нужна будем говорить так что во первых стоимость этой лампы вот этот наверное самый дешевый 7 ваттный вариант стоит примерно от 1800 то есть ну сейчас он стоит на где две с половиной три есть лампы и на 8 и на 9 и на 11 и на 15 ватт то есть они намного мощнее чем этот вариант и соответственно наверно лучше работают что еще хочу сказать эту лампу я не покупал я выменю ее на небольшое количество рыбок поэтому будем считать что она мне как бы досталась на халяву ну что еще хочу сказать ну особо эта лампа не нужна я и пользовался несколько раз ну представьте вот у вас есть емкость какая-то но 250 литров к примеру вы поставили аквариум и помпа у вас гоняет но я понимаю фильтр у вас постоянная рыбы так сказать гадят и постоянно вода фильтруется но здесь вода затекшие допустим в лампу все она как бы у вас убила все микробы все живое там в этом вылилось но вылилось она у вас в обычную среду вот и то есть опять там как бы за пять суток там тоже жизнь протекает можно убить всю жизнь там грубо говоря ну которая прошла через эти трубы и что у вас останется мертвая вода что собственно ничего хорошего потому что как бы вместе с вредными бактериями или вне вредными так сказать всякими микроорганизмы у вас убиваются и полезные так что тоже не есть хорошо и что делать дальше по новой запускать аквариум это первый нюанс от вреда этой лампы ну будем говорить так что в принципе я не вижу ничего хорошего в этой лампе для чего она нужна если взять допустим весенние воды которые у нас текут через кран и допустим по жизни уже как-то обработаны там чем-то идут с хлоркой или без хлорки ну будем считать так что эту лампу если через нее пропускать такую воду допустим то она действительно будет мертвой но как правило вся эта вода уже идет очищены от каких-то биологических примесей вот и вся проблема этой воды даже не в биологических примесях а в том что та химия которая в нее добавляется вот в чем проблема а эту химию это лампа не уберет то есть все примеси химического состава которые пагубно влияют на аквариумный мир она не убирает а микроорганизмы ну я не знаю рыбы борется и без этого это в общем как бы все что я хотел рассказать об уфлампе если кому-то интересно покупайте я большой так сказать особой необходимости в этом не вижу спасибо за внимание с вами был александр сазонтов до новых встреч подписывайтесь на мой канал будет еще очень много интересного до свидания